До вылета российского самолета Ту-154 оставалось не более часа. Члены экипажа, как и положено, осмотрели салон и прошли в кабину пилотов. Однако, закрыв за собой дверь, отделявшую их от пассажиров, они не обратили внимания на то, что дверь закрылась необычно легко, без характерного для этого типа замков щелчка. Именно это, казалось бы, весьма малозначительное обстоятельство послужит роковым прологом к последующим трагическим событиям. Спустя два часа информационное агентство передадут экстренное сообщение. Российский самолет, который должен был лететь из Стамбула в Москву, по неизвестным причинам изменил курс и нарушил воздушное пространство Сирии. Связь с авиалайнером установить не удается. Этот тайник недавно был обнаружен во время одной из спецопераций в Течне. Сразу же обратили внимание на странную книгу на арабском. После перевода ее содержание повергло оперативников в шок. Это было руководство по совершению терактов с указанием целей в мировых столицах. Лондоне, Нью-Йорке, Москве. Самым подробным оказался раздел, содержащий инструкции по захвату пассажирских самолетов. В нем детально описывалось, как вербовать помощники сотрудников аэропорта, как проносить на борт лайнера оружие и взрывчатку. Также особо подчеркивалось, что аэропорт для проведения операции следует выбирать в той стране, где проще всего осуществить все вышеуказанные мероприятия. В этот день, 15 марта 2001 года, жизнь в стамбульском аэропорту имени Ататюрка шла своим чередом. Наш ТУ-154 с бортовым номером 85-619 в штатном режиме готовился вылететь в Москву. Когда экипаж поднимался в салон, бортинженер поймал на себе чей-то колкий взгляд. Усильников позже вспомнят. Кто-то с плохо скрываемой ненавистью посмотрел ему в спину и едва успел отвести глаза. А тем временем командир воздушного судна Николай Виноградов уже отдал команду заканчивать подготовку к полету. Через три часа дома. Дело привычное. К этому рейсу за его плечами были уже 30 лет лет летного стажа. Сегодня, в общем-то, обычный рейс и знакомый контингент. Челноки, турецкие строители, туристы. Публика разноликая и достаточно проблемная. Много женщин с детьми. Поступила команда занять места и пристегнуть ремни. Стамбул дал добро на взлет. Обслуживающий экипаж разошелся по своим постам. Светлана Иваниф за 13 лет работы повидала многое. Но не могла даже предположить, каким кошмаром обернется этот рейс для нее и еще 170 пассажиров. Через несколько минут пассажиры услышат другое объявление, которое посеет среди них страх и отчаяние. С этого момента пилота под смертью будет отделять только дверь со сломанным блокировочным устройством. Самолет еще набирал высоту. Пассажиры вглядывались в далекие очертания аэродрома. И никто не обращал внимания на то, что происходило в салоне. Только женщина в 21-м ряду почувствовала неладное. Два человека сразу быстро вскочили, первый и второй со своих кресел. И покопались в сумке и побежали в кабине пилота. Ими оказались, как потом выяснилось, уроженцы чеченского села Шали, Супьян Арсаев и его сын Ирис Хат. В следующий момент они уже рвались к кабине пилотов. На своем рабочем месте я готовил тележку для обслуживания пассажиров прохладительными напитками. И когда я ее готовил, из салона второго зашли два пассажира. Я одному сказал, чтобы они вернулись в свое кресло, так как идет еще набор высоты. В это время первый пассажир ударил меня в бок ножом. И объявил, что произошел захват воздушного судна. Мы меняем курс. Раненый Хромов перегородил узкий проход тележкой и несколько секунд сдерживал террористом. Превозмогая боль, он успел бы тянуться до кнопки опасность и передать сигнал тревоге пилотам. Но те не обратили на это внимание. Подумали сбой системы оповещения. Хромов еще отбивался от нападавших, когда к пилотской кабине бросился второй портпроводник Николай Дмитриев. В следующий момент он распахнул дверь. Ту самую дверь, которая должна быть закрытой в течение всего полета. Со стороны салона бегает Николай Дмитриев, открывает дверь. Я так опишу, как себе удалось открыть дверь. Потому что наш русский находится в положении за стопорю. То есть фактически со стороны салона ее открыть невозможно. Здесь обнаружился дефект ручки. С этого момента члены экипажа будут по очереди, да не менее в руках, держать эту самую ручку. Заметим, в стамбульском аэропорту замок двери был исправен. Значит, кто-то, возможно, сумел пробраться в самолет до вылета и вывести из строя запорное устройство. Командир резким маневром бросает самолет вниз. Турецкие диспетчеры видят это на радарах. Самолет Виноградова резко снизился на 400 метров. Связи с самолетом нет. Все говорит о том, что Ту-154 терпит катастрофу. И тут поступает сигнал о захвате судна. Виноградова просят подтвердить. Но безрезультатно. На этой частоте сигнала нет. В следующий момент в этот воздушный сектор входит другой российский самолет. Он вылетел 15 минутами позже из соседнего аэропорта и тоже следует Москве. Командир экипажа Владислав Азаров слышит в эфире голос турецкого диспетчера, который настойчиво повторяет позывные захваченного судна. Виноградов молчит. Оба борта идут параллельным курсом. И тогда земля просит Азарова связаться с терпящим бедствием самолетом на резервной частоте. Диспетчер мне сказал, что он не может установить контакт с экипажем того рейса. И поэтому просит меня помочь передать информацию этому экипажу о его намерении. Пассажиры встревожены. Они пытаются выяснить у борт проводников, что происходит, почему их самолет совершает такие резкие маневры. Азаров тем временем настойчиво вызывает Виноградова. Борт 85-619 молчит. И тогда он переходит на аварийную частоту. Вот что далее зафиксировала служба слежения. Внуковске 28-06, ответьте Внуковскому 28-04. Да, слушаю, Владислав. Что там у вас случилось? Ответьте с тобой. Он вас уже второй раз запрашивает. Ну что, захватили нас чеченцы? Так, понятно. А что на борту происходит? Значит, Сашу Хромова ножом порезали в живот, нож. Но остальные вроде живы, нормально. Только не суетите, свободите спокойно. Все будет нормально. По наземным службам информация о захвате самолета передается в Москву. Здесь начинает работу оперативный штаб. Задействованы все каналы для установления личностей террористов. Нужны точные списки вылета. Но то, что сообщает нашему штабу Стамбул, подтверждает самые худшие опасения. На борту террорист с криминальным прошлым и сообщники. Точное число которых неизвестно. Когда мы просматривали списки, то Супьяна Арсаева, фамилия Супьяна Арсаева, прошла под номером и 35, и под номером 122. То есть этим паспортом воспользовался кто-то из его, так сказать, родственников. Кто из них сообщники Арсаева? Сколько их действительности? Чем вооружены? Выясняется, что они купили билеты в первый салон, чтобы оказаться поближе к кабине пилотов. Но это был чартерный рейс. И бортпроводники рассаживали пассажиров на свободные места. Так террористы оказались в хвостовом салоне. Это было первое, что спутало их карты. И возможно спасло жизнь пилотов. Пока удалось установить имена только троих террористов. Это 45-летний Супьяна Арсаев, его 16-летний сын Ирисхат и 19-летний племянник Дени Магомерзаев. У них были заграничные паспорта. Они выезжали за рубеж в Турцию, именно по туристическому каналу. Были данные, что они посещали территорию одного из сопредельных государств СНГ. Возможно, там готовились какие-то мероприятия, связанные с этим событием. Супьян Арсаев, старший брат Асламбека Арсаева, бывшего министра внутренних дел Чечни при Масхадове. Некоторое время Супьян был начальником милиции Грозного, а после отставки брата Асламбека уволился со службы. Во время Первой Чеченской войны Супьян Арсаев был контужен и частично парализован. Во время захвата Ту-154 террорист ходил по салону с тростью. Вот личные вещи Супьяна Арсаева, захваченные в ходе операции. У него была первая группа инвалидности, и он долгое время лечился в Турции, периодически наведываясь в Москву, о чем случайно проболтался пассажирки. Я говорю, как я вас зовут? Он говорит, меня зовут Супьян. Я говорю, а что вы здесь делаете? Он говорит, я лечился здесь в госпитале. Я говорю, а после чего? Ну, после войны. Члены группы Арсаева четко следуют чьим-то инструкциям. Они рассредотачиваются по салону и занимают строго определенные места. Один у кабины пилотов, другой, что помоложе между салонами. Их первая попытка сорвалась, ведь террористы надеялись сразу проникнуть в кабину пилотов. Именно в этом и была их главная цель. Но трюк со сломанной ручкой, о которой они, судя по всему, знали, не прошел. В это время стюардесса Юлия Фомина вместе с коллегами находятся в салоне. Еще мало кто из пассажиров догадывается о захвате. На этих кадрах домашнего видео Юля раздает напитки. Такое ее и запомнили. Отзывчивой, доброй, смелой улыбкой на лице. Ей было 27 лет. Четыре года она отработала бортпроводником. Но небо и самолеты всегда были ее страстью. Она с детства мечтала путешествовать и встречаться с интересными людьми. Та встреча с Георгием Женовым запомнилась ей навсегда. 15 марта у Юли был отгул. Она должна была провести его с мужем и дочерью. Я не слышала о захвате. И вдруг где-то в 12 с небольшим мне стало плохо. Не могла даже понять, в чем дело. Вот сердце прихватило первый раз в жизни. Пришла домой и вести. И вот первое, что я услышала, это внуковские авиалинии. И вот как будто током пронзила. Вот какое-то предчувствие беды целый день было. Через несколько секунд взбешенный террорист схватит Юлю Фомину, приставит нож к горлу и потащит к кабине пилотов. Ее кончим первой, крикнет он через закрытую дверь. Виноградов разворачивает Ту-154 в аэропорт вылета. И когда лайнер уходит на резкий вираж, террорист бросается к иллюминатору. Мы начали разворачиваться. Он почувствовал, что мы стали заходить за обратным курсом. И сказал, если вы развернетеся в аэропорт Густамбул, мы зарежем вашу старую десу. Через дверь мы крикнули, а куда вы хотите? Они связались с командиром и сказали, что у нас решение лететь в Савгустскую Аравию. Что происходит в салоне до конца непонятно. Гусельников до боли в пальцах сжимает ручку, понимая, что там за дверью Юля. И он ничем не может ей помочь. В глазок бронированной двери он видит искаженное злобое лицо террориста. Тот что-то кричит на своем языке. В шею стюардессы упирается лезвие ножа. Юля, забыв об опасности, сама начинает переговоры с террористами. Невероятно, но каким-то образом она смогла на время отвлечь их внимание. Но в следующий момент экипаж слышит душераздирающий крик. Меняем курс. Летим в Саудовскую Аравию. Виноградов передает это требование диспетчерам Стамбула. Дамы и господа, наш сален захвачен. Угрожая ножом, которым он только что ранил Хромова, в салон врывается террорист. Люди в панике. Юля пытается успокоить пассажира. Я помню, там у женщины такая истерика началась. А Юля, как на сетках, она ходила, всех успокаивала. Подошла, сказала, женщина, успокойтесь, у вас такие красивые глаза, вас так муж любит. Она вот как-то ее так увела, вот в другой, ну как бы там от этого истерики отвлекла. Так поразилась, вот молодец какая же. И тут террорист крикнул в салон. Самолет захвачен бойцами свободной Ичкерии. Всем сидеть при сопротивлении взрываем. Он бросил под дверь кабины пилотов вот эту дорожную сумку и начал отсчет. Террористы требуют, чтобы немедленно открыли кабину экипажа, или самолет через 30 секунд будет в сторону. Он говорил, что ему принесли работники аэропорта вот эту бомбу. Я не помню, я помню эту сумму, сейчас уже не буду обманывать, не помню за сколько. Он говорил, да, пронесли на борт самолета. Москва, Внуково. Здесь уже который час ждут своих близких перепуганные родственники. Они не могут помочь тем, кто находится в захваченном самолете. Остается ждать, ждать и надеяться на чудо. И на профессионализм тех, кто взялся обезвредить бандитов. Созданный к этому времени оперативный штаб получает информацию о том, чем вооружены террористы. У него одна была заточка, у другого нож, которым завладел в ходе уже захвата самолета. И топор, штатный топор, который находится на борту воздушного судна. При помощи вот этих вот трех предметов они завладели самолетом. Плюс они, конечно, говорили о том, что у них имеется взрывное устройство. То есть показывали провода, которые там с коробочкой какой-то в сумке лежали. Уголовное дело по статье «Захват воздушного судна» прокуратура возбудила спустя три часа после начала трагедии, когда самолет направлялся в Саудовскую Аравию. Установлено, что теракт готовился в составе группы и по предварительному сговору. Принято решение о привлечении Арсаевых и Магомерзаевых к уголовной ответственности. Спецподразделение антитеррора «Альфа» было приведено в боевую готовность с первых минут захвата. Бойцы спецназа ФСБ выехали на подмосковный аэродром, где их уже ждал готовый к взлету самолет. В таких случаях успех операции решают считанные секунды. В самолетах серии «Ту» бойцы группы «Альфа» ориентируются с закрытыми глазами. Это базовая модель, на которой они отрабатывают операции по освобождению заложников. Так должен проходить штурм захваченного самолета. Внезапность, автоматизм, слаженная работа всех звеньев на все несколько секунд. Надо освободить заложников и не дать террористам применить оружие или взрывчатку. Вот и теперь, пока захваченный самолет шел курсом на Саудовскую Аравию, «Альфа» ждала приказа вылететь в любую точку земного шара. Штаб готовился и провести операцию не только на территории Саудовска, но и в любом другом государстве, конечно, только не Афганистан. То есть мы были готовы. И хочу сказать, что многие руководители государств, они нам были готовы оказать помощь, необходимую помощь. А в это время в салоне террорист продолжает отсчитывать последние секунды до взрыва. Его срывающийся голос слышат искованные страхом пассажиры и экипаж. Вся ответственность за то, что произойдет в следующие секунды, только на командире корабля. И Виноградов решает ждать. Остается 15 секунд. И понимаешь, осознаешь в том, что если это действительно произойдет, то ты здесь бессилен, ничего сделать невозможно. Ну, прошло. По секундомеру тоже отсекли, посмотрели. Время закончилось, взрыва нет. Ну, может быть, блефует человек. Однозначно сказать нельзя было, что не было бомбы на борту. Я, в общем-то, и на сегодняшний момент не могу этого сказать, была она или не была. У меня есть какие-то подозрения, что могло быть какое-то взрывное устройство. Эти несколько секунд навсегда врезались в память Виноградова. Взрыва не произошло. Значит, еще можно бороться за жизнь 170 человек, которые в ужасе следят за тем, что происходит в салоне. Террористы настроены решительно и готовы пойти на убийство ради своей цели. Они никого не подпускают к истекающему кровью Хромову. Но главное испытание еще впереди. ТУ-154 продолжает полет. Топливо на исходе. Нужно садиться. Виноградов запрашивает один аэропорт за другим. Войдя в воздушное пространство Сирии, а затем и Египта, экипаж получает отказ. Кому нужны проблемы с захваченным самолетом? Остается аэропорт Медины в Саудовской Аравии. Это последний шанс спасти самолеты людей. Но и диспетчер аэропорта Медины отвечает категоричным отказом. Херосина остается всего на 20 минут полета. Адрида, Виктор Киле Оскар, 2806. 2806, flight level 350. 175, person on board. Почему террористы так настойчиво стремились именно в Саудовскую Аравию? Они знали, чего хотели. Им надо было попасть в ту страну, где выше Корана ни суда, ни власти нет. И где, как они считали, к чеченским сепаратистам относятся хорошо. Медина, как и Мекка, для всех мусульман места святые. Не мусульманам сюда путь закрыт. Здесь особый режим и особое отношение к единоверцам. А тем временем экипаж запрашивает у диспетчера Медины курсы частоты привода на посадку. Но в эфире по-прежнему. Покиньте воздушное пространство. У вас нет разрешения на посадку. Горючее на нуле. Нет возможности даже зайти на второй круг. Выбора не остается. И Виноградов направляет самолет к аэродрому. Он все еще ждет спасительной информации от наземных диспетчеров в Медине. Но те словно испытывают его нервы на прочность. За отказом следует отказ. И вот без поддержки наземных служб, не зная дотянет до взлетно-посадочной полосы или нет, по приборам он заходит на посадку. Я начал снижение. Сказал, что буду садиться у вас. Запросил курс посадки. Запросил частоты. Положительного ответа не получил. Продолжал снижаться. Вышел на аэродром. Мы вышли. Увидели две полосы. Примерно прикинули, как заходить, потому что кругом горы. Аэродром незнакомый. Когда мы уже своими средствами вышли, можно сказать, вывалились на торец полосы, увидели огни и подходы, увидели полосу, только после этого он сообщил частоту. Экипаж выводит самолет точно в зону аэродрома Медины. Теперь самая сложная посадка. Обычно, прежде чем сесть на незнакомом аэродроме, летчики изучают рельеф местности, трассу, параметры и особенности взлета-посадочной полосы. Поскольку в Медину российские самолеты никогда не летали, оставалось надеяться только на мастерство экипажа. И летчики совершили чудо. На чужом аэродроме с сухими баками практически вслепую посадили самолет. Но главные испытания были еще впереди. Решение о дальнейшей судьбе захваченного самолета принималось на самом высоком уровне. Ведь посадив российский лайнер, саудовская сторона одновременно брала на себя ответственность за судьбу экипажа и пассажиров. Диспетчер Медины приказывает нашему экипажу отогнать Ту-154 на самую дальнюю стоянку. Долгие два часа к самолету никто не подходит. Через каждые пять минут экипаж выходит на связь. Но в ответ слышит одно и то же. Мы решаем ваш вопрос дипломатическим путем. С этого момента международный аэропорт Медины закрыт для полетов. Правда, вскоре сюда садится еще один борт. Спецрейсом из-за ряда прилетает российский консул. Когда самолет совершил вынужденную посадку, и некоторое время после этого, точных данных о том, сколько террористов на борту этого самолета, у нас не было. Информация была противоречивая. И потребовалось какое-то время, чтобы выяснить, кто именно является захватчиком самолета, каково их гражданство. Тем временем ситуация на борту нашего лайнера грозит взорваться бунтом среди пассажиров. Террористы начинают их сортировать. Женщины, детей в первый салон, мужчин во второй. И грозят убивать одну стюардессу за другой. И тут новая неожиданность. Когда мы уже приземлились в Медине, мы с Юлей были на кухне, а Света как раз лицом, она стояла во второй салон. И она нам говорит, девочки, это еще не все. Встал третий. Третьим оказался племянник Арсаева. Он прошелся по самолету и собрал аварийные топоры. И крикнул через дверь, что зарубит каждого, кто встанет на их пути. Я этому даже не могла предать значение, почему встал человек. Хотя вот мы до вставать, нам не разрешалось. Мы поднимали руку, Света подходила, спрашивала там пить или в туалет. То есть потом она у него спрашивала разрешение. Соответственно, провожала нас до туалета. По всему видны у террористов четкие инструкции. Они контролируют обстановку не только в салоне, но и внимательно следят за тем, что происходит за бортом. И осторожны, чтобы не отравили или не усыпили. Молодой и кушал, и чай пил, и воду пил. А вот эти двое, старшие и еще помоложе которые, они ничего не ели. Единственное, просили мне, чтобы я приносила пить, но все, чтобы было упаковано в заводской упаковке. То есть воду вскрывали сами, пакет сока тоже сами. Ничего открытого из моих рук они не брали. В аэропорт Медина съезжаются силы саудовского спецназа, медики, пожарные. Власти королевства вступают в контакт с террористами. Вот кадры саудовской телехроники. На них старшие и младшие Арсаевы через переводчика передают свои требования. Полная дозаправка самолета, возможность вылететь в нужном им направлении и прекращение войны в Чечне. После переговоров освобождена первая группа пассажиров, в основном женщины и дети. Отпускают террористы и истекающего кровью Хромова. Следом насильно выталкивают второго бортпроводника Николая Дмитриева. С тремя оставшимися бортпроводницами легче справиться. Эти пассажиры еще несколько минут назад находились между жизнью и смертью. Им посчастливилось вырваться из пекла. Там в салоне, как в термосе, за плюс 50. Оставшимся в самолете плохо. Нечем дышать. Многие теряют сознание. Когда опять задраивают выход, одна из пассажиров не выдерживает пытки и просит Арсаева ее отпустить. Он заисказал. Симулянт, сейчас тогда выйдешь без трапа. У первой двери не было трапа, а дверь была открыта. Он хотел ее вбросить. Надежда на освобождение таяла на глазах. Судя по поведению преступников, они больше никого не собирались отпускать. Но тут пассажиры заметили, как двое террористов позвали из хвостового салона третьего. Тот отвлекся всего на несколько секунд. Этого было достаточно, чтобы техник быстро и бесшумно открыл аварийный выход. За это заложники заплатят высокую цену. Наш техник подошел вот к этому запасному выходу, открыл его и спрыгнул. За ним еще прыгнули 10 человек. Бегство 11 пассажиров только усилило пытку оставшихся в салоне заложников. Они были обречены на медленную смерть в замкнутом пространстве и в кошмарной духоте. С каждой минутой становилось все труднее дышать. Многие были на грани помешательства. Но и террористам все труднее контролировать ситуацию. И тогда они задраивают все выходы. Температура воздуха поднялась до такой степени в салоне самолета, что в прямом смысле слова можно было выжимать. от той одежды, которая на нас была. То есть страшная духота началась. Очень много пассажиров стало терять сознание. Мужчина в холостовой части сидел в возрасте 53-60 лет. Он прям даже с синешными пятнами пошел. Вот я говорю, давайте руку на плечо. Здесь уже у нас лежали на кухне из первого салона пассажиры. В основном мужчины, конечно, турки. Все плыло перед глазами. Пассажиры не находили себе места. Падали на пол. Ловили ртом спертый воздух, который не освежал. Спрасывали одежду, чтобы хоть как-то помочь себе выжить. Мы даже разделись. Вот у меня была ночная сорочка и шлепанцы. То есть я практически разделась. Полностью одела ночную сорочку и шлепанцы. Очень тяжело было. Потом ночью подали в салон самолета такую, знаете, гофрированную трубу. В это самое вставили. И пустили поток воздуха. И мы по очереди около нее ложились. Потому что вот прям по очереди. Вот так ложились друг за дружком. И чтобы хоть немножко охлаждение шло. Уставшим террористам все труднее контролировать обстановку в салоне. И тогда они отпускают еще часть заложников, которые не верят в свое счастливое избавление. Их окружают бригады скорой помощи. Врачей много. По одному на пассажира. Им плохо, но самое страшное уже позади. А тем временем в самолете у многих сдают нервы. И кто-то из отчаявшихся пассажиров во всех бедах винит экипаж. Я слышал, как там люди кричали, как плакали. Значит, были... Одна женщина... Ну, это уже было, как сказать, стресс, срыв был полнейший. Она подошла к двери, начала бомбить дверь нам и кричать, что вы такие сякие. Что когда мы вернемся домой, я все про вас расскажу. Что с нами террористы обращаются лучше, чем вы. Почему вы им дверь не открываете и не выполняете их требования для того, чтобы нас освободили, чтобы все было хорошо. Трудно винить измученных пассажиров. Но они почему-то забыли, что экипаж тоже взят в заложники. И вместе с ними ждет освобождение. Я сама как-то встала в салоне и сказала, так, у нас у всех дети, и давайте дождемся, чтобы это вот как бы закончилось все мирно, чтобы мы все вернулись. Не будем вот этих всех никаких там провокаций и истерик устраивать. Дальше случилось то, о чем и сегодня экипаж вспоминает с большой горечью. Кто-то из пассажиров пустил слух, что стюардессы в сговоре с террористами и освобождают заложников за деньги. Были такие, ну, нелестные слова, скажем так, высказанные в наш адрес. Что мы чеченцам продались, что мы ничего не можем сделать, что мы их скрутить не можем. Свете говорили, Света, сколько ты денег берешь? Почему из первого салона пассажиров освобождаешь? Почему не из второго? Давай мы тебе тоже заплатим. В первом салоне оставалось много детей. Там был сущий ад, плач, бьющиеся у истерики женщины. Когда террорист велел заткнуться ребенку, в конфликт вмешалась Юля Фомина. На первом ряду у нас сидела семья турков. У них был одной девочке где-то два года, второму, ну, не сказали, месяцев шесть. И духота, ребенок плакал маленький. И уже мать, отец, там его качали-качали, и мать уже не выдержала. Вот качает, он плачет, она его как, ну, бросила вот так на кресло, типа, уже надоел, все, сил моих нет. Юля его взяла, раздела, памперсы вот поменяла. И укачала. И ребенок притих и уснул. Как и ее подруги, Юля Фомина в те страшные часы думала о семье. Она так нежно вспоминала о дочке Яне и о том, как они вместе проводили время. Каждый раз, уходя в рейс, Юля знала, они будут скучать друг без друга. Это была летная семья. Муж Юли, Сергей, тоже работал бортпроводником. Они и познакомились на работе, можно сказать, в небе. Кадры из домашнего архива навсегда запечатлели эту красивую пару. У них должна была сложиться долгая счастливая жизнь. Нам жутко желали быть счастливыми. Чтобы все было хорошо. Чтобы мы через вас не встретились. Я знаю, я знаю. Я сегодня самые желанные люди. Я знаю. Так красивая жизнь в прошлом, как сон. А наяву аэропорт в Медине. И захваченный террористами самолет. Ночью рискуя жизнью из кабины по канатам выбирается гусельников. Экипаж и раньше мог покинуть самолет, но все это время оставался на посту. Под конвоем бортинженера доставляют в штаб. Он требует, чтобы к самолету подогнали кондиционер. А потом показывает спецназовцам, как незаметно пробраться в салон. И возвращается обратно к своим. У них в конференц-зале была доска. На доске нарисовал самолет. И все аварийные выходы, входы в самолет. И каким образом провести операцию. Чтобы это было незаметно для террористической группы. Я показал, как делается, куда кто должен идти, что открывать, каким образом открывается. А российская Альфа на подмосковном аэродроме в полной боевой готовности ждет приказа вылететь в пункт назначения. Хотя многие понимают, скорее небо упадет на землю, чем власти Саудовской Аравии позволят неверным вступить на священную землю Медины. И тогда наша сторона предлагает отправить туда группу спецназа, состоящую только из российских мусульман. И вновь отказ. Хотя Саудовской стороне известно, лучше Альфы никто эту операцию не проведет. Подразделение Альфа макетировало, как мы говорим, и тренировалось на всех видах самолетов, которые приземлялись или вылетали с наших аэропортов. Практически все виды самолета нами были изучены, нами были отработаны, и мы знали, в какие люки, в какие отсеки проникать, и как это делается. Поэтому мы были готовы к любой возможности. Спустя часы на Лубянку приходит информация о том, что саудовцы намерены освобождать самолет силами своего спецназа. У них нет опыта проведения таких операций. И тогда в Москве принимают решение задействовать специальный канал интернет. В режиме реального времени передается уточненная информация о составе банды, установленном и возможном вооружении террористов, особенностях конструкции лайнера. Кстати, в аэропорту Медины уже находится еще один Ту-154. Консультации по нашей линии мы им оказывали. Было предоставлено воздушное судно, такая же машина, Ту-154, которая в это время находилась на территории Саудовской Аравии. Она привезла туда паломников. Поэтому спецназ Саудовской Аравии проводил тренировку на этой машине. Всю ночь саудовский спецназ самостоятельно отрабатывал операцию на похожем самолете. Специалисты скажут, за такое короткое время качественную подготовку не провести. Получив виртуальную поддержку от российских коллег, саудовцы не имели реального практического опыта и долгих лет тренировок. Так прошла ночь. Утром 16 марта Супьян Арсаев требует, чтобы командир готовил самолет к дальнему перелету. Судя по всему, где-то среди пассажиров опытный координатор. Террористы точно знают, сколько топлива должно быть в самолете. И требуют дополнительный топливозаправщик. Заправка закончена. Теперь самолет готов к перелету на 7 тысяч километров. В Берлин, как бы случайно, проговаривается один из бандитов. Когда подошла одна машина, я сказала, да, самолет заправлен. А он говорит, нет, это недостаточно топлива, чтобы нам улететь куда надо. Мы полетим в Берлин, в центральный аэропорт. Так он мне сказал. Что к двум часам дня мы должны быть уже в Берлине. До Берлина 7,5 тысяч километров. Но у террористов другая цель. Афганистан. Как и предполагали российские спецслужбы, рейс должен проследовать к талибам. Тем более, что Талибан уже заявил о готовности принять террористов. И тогда о судьбе заложников можно будет только гадать. В тот момент, когда Москва дала добро на штурм захваченного самолета, террористы закрыли все двери и потребовали немедленного вылета. Диспетчер Медины разрешает экипажу готовиться к взлету. Дальше события разворачиваются так. Летчики запускают двигатели, увеличивают обороты. Точно имитируют подготовку к началу полета. Террористы должны быть уверены, их условия выполняются. Но экипаж уже принял другое решение. Они сделают все, чтобы Ту-154 никуда не полетел. В воздухе не останется никаких шансов. Лайнер начинает движение и вдруг резко тормозит. Спешенные бандиты начинают рубить топорами дверь кабины пилота. Служба слежения зафиксировала этот момент. Служба слежения зафиксировала этот момент. Служба слежения зафиксировала этот момент. Саудовцы поняли, что от угроз террористы перешли к делу. И в следующие минуты в салоне будет гора трупов. Тогда спецназ получает приказ к штурму и плотным кольцом окружает лайнер. Озверевшие бандиты с обреченностью продолжают рубить двери пилотской кабины. Уже когда начался штурм, через форточки по канатам экипаж покидает кабину. Последним уходит гусельником. Он успевает обесточить самолет и заглушить двигатели. Все понимают, достаточно одной шальной пулей, и заправленный под завязку самолет вспыхнет факелом и превратится в братскую могилу. Так складывалась обстановка к моменту штурма внутри самолета. Двое террористов находились у кабины пилотов. Отсюда саудовский спецназ почему-то не смог проникнуть в салон самолета, хотя штурмовые отряды шли в направлении всех выходов из лайнера. Юлия Фомина находилась между первым и вторым салонами. Именно она откроет спецназовцам дверь. Они начнут беспорядочную стрельбу, которая и унесет жизни ни в чем не повинных людей. Спецназовцы не знали, где находятся сами бандиты в салоне самолета. Второе, они не использовали ни кабину, ни багажное для самолета. Они не знали, как открываются, каким путем открываются аварийные люки в самолете. И самое главное, то, что они не использовали фактора внезапности. Все, что они делали, это было на глазах у бандитов. И это привело к тому, что саудовские полицейские, проникнув на борт самолета, открыли беспорядочную стрельбу, как мы говорим, от бедра. И от этих пуль поставили совершенно невинные заложники. Это вообще считается не то, что неудачно, это вообще в какой-то степени даже преступление. Ошибки спецназа очевидны. Эти кадры говорят о том, что только по случайности не было больших жертв. По лестницам одновременно взбирались по четыре бойца спецназа. Неразбериха на крыльях самолета. Все это видели и заложники, и террористы. Ну, я думаю, что они слышали, потому что тут лестницу приставляли. Там же все-таки железо, все это слышно, а потом это все тоненькое. Это было все слышно, что вот. Потом, когда вот эта машина подъехала, якобы как дозаправка самолета, она же сразу подъехала под самолет, встала прям, ее не было видно. Они постоянно смотрели в иллюминаторы, нет ли там какого-то посторонних людей, что-то там, что-то. А оказывается, привезли там спецназ в этой машине, он оттуда выходил. И тут раздался душераздирающий крик Арсаева. Через 30 секунд взрываю самолет. И начал отсчет. В салоне паника. Обезумевшие пассажиры начали метаться и давить друг друга. Обшивку самолета с треском вспарывали пули спецназа. А Супьян Арсаев отсчитывал последние секунды до взрыва. Последние, значит, вот эти как бы моменты. Света бежит, кричит, ложитесь, все ложитесь. Здесь эта толпа народа вся, вот как бы за ней практически двигается. Прям вот, знаете, по сверху, вот как через эти сиденья. А у меня, получается, у меня сзади кухня. Здесь у меня сидел турок. А здесь, значит, девочка. Ну, она сразу побежала. Турок, по-моему, через меня перескочил. Этот счет одновременно идет. Толпа двигается. Я, ну, уже вижу, что я туда просто не прорвусь. Потом почему-то вижу, что турок падает. И вот стена, вот как бы он ползет. Стена вот за ним, как бы, в крови. И все равно до меня не доходит. Я вот просто жду этого момента взрыва. Пули шальные. Они так и шли вот по иллюминатору. Там же треск сухой. И вот мы думали все, что идет кто-то из Супьяна или кто-то и рубит вот этими топорами по головам. Потому что какая-то беспорядочная, хаотичная вот эта стрельба была. В узком проходе между первым и вторым салонами начинается давка. Увидев, что заложники бегут прямо под пули спецназа, Юля Фомина пытается сдержать обезумевшую от страха толпу. А когда понимает, что это бесполезно, бросается к аварийному люку и открывает его. Оттуда гремят выстрелы. В этот момент Юля Фомина находилась у второй входной двери и помогала открыть спецназовцам дверь. Но когда она открыла дверь, один из спецназовцев выстрелил ее, и Юля Фомина упала вот на наши кресла. Вот то место, где стюардессу сразили шальные пули. Бесстрастные фото не передают того ужаса, который разметал спасавшихся заложников по всему самолету. Так выглядел самолет Ту-154 после операции. Я сама упала. Вот здесь один из пассажиров был убит у меня в ногах. Операция закончена. Убит старший Арсаев. Он унес с собой многие загадки этого теракта. И уже не назовет его истинных организаторов и заказчиков. Еще двух террористов взяли без особого труда. Действия спецназа можно было бы назвать удачными, если бы не гибель заложника и не смерть бесстрашной Юли Фоминой. Здесь видно, как выносят носилки за смертельно раненые стюардессы. Следом спешат заложники, ведь бомбу еще не обнаружили. Сегодня органы следствия считают, что именно в этой суете самолет покинули другие сообщники Арсаева. И среди них тот, кто во время захвата координировал их действия. Есть версия о его связи с турецкой разведкой. Наблюдение за действиями этих террористов было как на земле, я не исключаю, что и в воздухе. Но я говорю, что у нас таких прямых доказательств, прямых, и группа, когда прилетела, у нас таких прямых не было. Первые минуты после освобождения. Граждан Турции сразу уводят в отдельный зал и без долгих разбирательств отправляют в Стамбул. А наш экипаж даже оказывается под арестом, как было сказано, для формального дознания. Москва, Нуково. Аэропорт забит встречающими. Сюда спецрейсом прибыли бывшие заложники. Многие из тех, кто оказался в мартовские дни на борту захваченного Ту-154, уже и не верили, что когда-нибудь вернутся на родную землю. У большинства до конца жизни в памяти останутся жуткие часы, проведенные в плену у террористов. Кто-то, возможно, затаит обиду. Другие вспомнят о Юлии Фоминой, которая погибла, отдав свою жизнь за их счастливое спасение. А кто-то, добрым словом, вспомнит весь самоотверженный экипаж рейса 2806. Я единственная Юля, которая погибла, Света, которая, ну, я не знаю, я сидела в первом салоне, конечно, я все это видела, все это слышала, и все это было при нас. И, ну, девочкам просто низкий поклон. А сказать, что они сделали для нас, это просто вот сейчас, это невозможно даже описать словами. В Москве Юлю ждали родные. Они не понимали, почему все сложилось так дико и несправедливо. И что теперь говорить Юлиной дочери? Ведь они мечтали о другом будущем. Мы стояли вот как раз на кухне, втроем. Я, Света и Юля, хотели живыми все вернуться домой. О семье их думали. Ну, и так вот говорили. По прилету, девчонки, соберемся только все мы. И наши родные и близкие, мы же теперь сестры. Мы так отдохнем. Ну, было сказано, конечно, по-другому, но... Так напьемся. Да. Российская сторона настойчиво требовала выдачи террористов. И поначалу Саудовская Аравия, говоря дипломатическим языком, отнеслась к такой просьбе с пониманием. Правда, постепенно дело об угоне самолета стало получать политическую окраску. Активизировались боевики в Чечне. А Масхадов направил королю Саудовской Аравии просьбу отнестись к террористам с сочувствием и судить их с учетом определенных обстоятельств. Дело тонуло в переписке. От соответствующего двустороннего соглашения об экстрадиции преступников между Россией и Саудовской Аравией не заключено. Более того, Саудовская Аравия не практикует выдачу преступников, совершивших преступления на ее территории. Вскоре младший Арсаев и Магомерзаев предстали перед шариатским судом и получили один четыре, другой шесть лет тюрьмы. До смешного ничтожное наказание за преступление, которое должно было бы стоить им головы. А это единственный официальный документ, который поступил в российскую прокуратуру от Саудовской стороны. В нем информация о сроках лишения свободы. Получается, младший Арсаев сегодня уже на свободе. До настоящего времени никакой информации от них не поступало. В настоящее время производство по делу приостановлено. Если поступит информация, мы сможем решить вопрос о выдаче Арсаева и Магомерзаева для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление. От кого конкретно исходил приказ о захвате самолета до сегодняшнего дня неизвестно. Очевидно одно. У группы Арсаева были четкие инструкции и весьма квалифицированные помощники. Белых пятен в этой истории много. Весьма странные обстоятельства. На этих кадрах захвачены в 1996 году чеченскими и турецкими террористами российский паром Аврасия. Вот этого террориста опознали бортпроводники рейса 2806. Его имя Эртан Джушкун. Что он делал в захваченном самолете могли знать только террористы. Вспомним, что именно его колкий взгляд подметил бортинженер перед самым полетом. Я вспомнил, что он был на трапе. Вот именно он на меня очень сильно смотрел. Как бы уколол взгляд на свои. Потом нам показывали фотографии. Мы их опознали. Как сейчас помню, он сидел так же в среднем кресле, в полуоборота, с усиками. Постоянно в полуоборота он сидел и смотрел, как что происходит. Еще остаются вопросы, на которые не получен ответ. Почему вооруженные террористы с такой легкостью оказались в охраняемой международной зоне Стамбульского аэропорта? Кто помог им пройти строжайший предполетный контроль? Младший Арсаев и Магомерзаев могли бы пролить свет на эту историю. Если бы они были переданы сюда, в Россию, то я думаю, что мы, конечно, могли бы больше получить информации об этих событиях, кто готовил, как готовили и так далее. Но саузовские власти нам в этом отказали. Мы дали им срок разный, от 4-х, там, 6 лет. Поэтому кое-что осталось еще открытым. Но я хочу сказать, что материалы, которые у нас имеются, они вполне достаточно говорят о том, что реакция была спланирована. Экипаж был представлен к правительственным наградам и после короткой реабилитации вновь вернулся к полетам. Получив травму в аэропорту Медины, Николай Виноградов летную карьеру закончил, но из авиации не ушел. Юлия Фомина награждена орденом мужества посмертно. Ее похоронили недалеко от аэропорта Внуково под гимн на России и прощальный салют. Когда гроб опускали в могилу прямо над кладбищем заходил на посадку пассажирский самолет. Это вечная мука просто ходить к своему ребенку на кладбище. Родители Юлии Фоминой, конечно, понимают, что в той ситуации их дочь не могла поступить по-другому и поэтому была обречена. Но как обидно, как несправедливо, что жизнь 27-летней девушки оборвалась от шальной пули, выпущенной саудовским спецназовцем. Теперь этот лайнер, тот самый Ту-154, носит имя погибшей стюардессы. Юлия Фомина уже никогда не поднимется по трапу в салон самолета, чтобы от имени экипажа пожелать пассажирам счастливого пути. Но она навсегда останется в памяти своих коллег и тех, кого спасла ценой собственной жизни. Информация, которую располагают российские спецслужбы, позволяет сделать вывод, что основная цель террористов заключалась в том, чтобы, проникнув в кабину пилотов, взять управление самолетом на себя и направить его на один из стратегических объектов России. Самоотверженные действия экипажа сорвали этот дьявольский план. План, который был реализован всего спустя 6 месяцев, когда 11 сентября 2001 года в США в результате атаки пилотов «Камикадзе» погибло свыше 3000 человек. Субтитры создавал DimaTorzok